Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречались с молодым человеком три месяца, на протяжении этого времени особых ухаживаний не было, хотя я привыкла, что за мной красиво ухаживают. Но к этому парню очень сильная симпатия, и есть ощущение, что я впервые по-настоящему влюбилась. Поэтому меня вздевало отсутствие ухаживания, только потому что я думал, что это говорит о его незаинтересованности. Но ничего у него не просил и не требовало, единственным проявлением его внимания и заботы было то, что он забирал меня с работы или с тренировок. И то, если в начале отношений это было постоянно, то спустя месяц, где-то изредка он приезжал за мной. Познакомив практически со всеми своими друзьями, своими знакомиться не захотел. Периодически у нас были ссоры, последняя стала последней. Нас пригласили на день рождения моей сестры, они еще не знакомы. Мой молодой человек отказался, так как в этот день был день рождения его бабушки. Отмечали мы в ресторане напротив его дома. После праздника я попросил его встретить меня, на что получил ответ, что тут дорогу перейти, ему сейчас некогда, он собирает вещи в командировку. Меня это очень сильно обидело, да, слез. Так как посетила, пройдет 10-15 минут, чтобы выйти из подъезда. Так как у меня часть необходимых вещей была у него, все-таки пошла к нему, о чем сейчас жалею. Конечно, у нас произошла ссора. В результате я уехала домой. Я ждала и думала, что мне напишут или позвонить, но этого не произошло. Когда я предложил ему поговорить и выяснить все, то, в результате получилось, что мы разные. И разговаривать нам не о чем. Очень сильно не могу отпустить человека, хотя прекрасно понимаю, вспоминая наши отношения, что я слишком растворилась в человеке и на многие вещи закрывала глаза. Не перестаю копаться в себе и искать, в чем я не так счастливых вещей остался у него. Конечно, я могу без них обойтись, но мысль о том, что они будут выброшены, мне неприятно. Подсказать, стоит ли забирать вещи и как объяснить такое поведение человека, и как его забыть. Я думаю, что, к сожалению, ни один из ваших вопросов не является корректным, потому что стоит ли забирать вещи или не стоит. Вы можете решить сами. Объяснять поведение человека. На мой взгляд, тоже смысла особого нет, потому что мы его не знаем. И обсуждать третье лицо, на мой взгляд, не является корректным, что ли. По крайней мере, эти копыты предостерегают нас от того, чтобы обсуждать третих лиц. Значит, что я вижу? Я вижу несколько моментов, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, вы говорите, что вы привыкли к тому, что за вами ухаживают. Непонятно здесь только то, как получилось, что вы, если привыкли к ухаживанию, да? Если вы, допустим, ну, допустим, вы считаете, да, что за вами должны ухаживать, да, вот, например. Если вы так считаете, что за вами должны ухаживать. То как в таком случае получилось, что вы терпели и принимали поведение человека, который за вами не ухаживал? То есть, если идея ухаживания, факт ухаживания для вас является вашей ценностью, да? Ну, ну вот, если можно так предположить, что для вас это является ценностью, да? То вы, получается, этой ценностью поступились. Вы поступились этой ценностью потому, как вы говорите, что влюбились. И влюбились, я так понял, ну, вот, как вы сами сказали, да, влюбились по-настоящему. Впервые, может быть, вы влюбились по-настоящему. То есть, получается, что ухаживания, ухаживаниями, но здесь вы сталкиваетесь с некой для себя новой тенденцией, которая, как бы говорит, ну, вот, не так важно, ухаживать за тобой или нет. Есть тенденция, которая, как бы говорит, есть что-то важнее. И очень важно увидеть, что это важнее, потому что вы ничего не требовали, вы ничего не просили, как вы говорите. То есть, вы, ну, подавляли буквально, вы буквально себя подавляли. Ведь, понимаете, какая штука. Не обязательно ведь требовать ухаживания. Можно просто сказать о том, что вы чувствуете, что вам хочется и так далее. Но вы этого не делали. То есть, здесь получается, что вы либо стыдитесь, либо боитесь своих потребностей, своих желаний. Вместе с тем, вместе с тем, что вы боитесь и стыдитесь своих желаний, вы сами говорите о том, что человеком в порядке. Вы сами говорите о том, что думали, что он это делает из-за незаинтересованности вами. То есть, здесь, вероятно ли, речь идет о том, что вы в себе не уверены, что несмотря на то, что вы привыкли к ухаживанию, несмотря на то, что вы ведете себя так, что за вами, очевидно, хочется ухаживать, себя вы обесценивать. И получается таким образом, что ухаживание как бы компенсирует вашу обесценивающую тенденцию. То есть, да, я как бы хочу, чтобы за мной ухаживали, но я в то же время без ухаживания как бы, ну вот, вероятно, себя обесцениваю. Понимаете, да, в том штуке? И вот это, на мой взгляд, вот это, на мой взгляд, и является, как бы той проблемой, которую вам нужно решать. Да? Не поведение человека объяснять, как вы это делаете сейчас. Не забыть его стараться, тем самым, ну, сохранив, да, как бы образ, а, ну, вот, свой образ, так скажем, нетронутым, а именно разбираться в своих противоречиях. Если, например, вы говорите о том, что человека растворяли, значит, как, как минимум, у вас есть проблема личной границы. Понимаете, да? Довольно часто вы говорите о том, что вы как бы оказываетесь такой ситуации, когда ваши ожидания, ваши ожидания оказываются не оправданы. Вот. и это, на мой взгляд, очень важный момент. Чувство обили возникает у нас тогда, когда мы занимаем себя, когда мы не берем, не берем ответственности за то, что мы хотим, когда мы берем как бы эту ответственность у другого человека. Вот это, на мой взгляд, и происходит с вами. Ну, на мой, опять же, повторюсь, взгляд. Это происходит с вами. и, соответственно, нужно вам опять же здесь брать на себя ответственность за то, что вы хотите. То есть, вот, неприемлемо для вас, например, то, что человек, ну, допустим, ну, допустим, не хочет, да, ознакомиться с вашими к примеру, друзьями, да, с вашими близкими, неприемлемыми для вас. Вы говорите, что для меня это неприемлемо, и так далее, и все. А вы терпите, терпите, терпите. Вот вы говорите, что вначале мужчина все время проезжал за вами. Ну, в смысле, все время забирал вас. потом перестал это делать. И опять же, здесь можно вполне нормально свою позицию, свое отношение к этому выразить. И ничего такого в этом нет. Но хочется обратить ваше внимание, что вы этого опять же не делаете. Понимаете, да? То есть снова и снова вы как будто бы себя предаете. снова и снова вы как будто бы себя вот игнорируетесь. Снова и снова вы как будто бы ну вот знаете как забиваете на себя. Вот. Вы говорите о том, что впервые за большое количество времени, я так понял, влюбились. но если вы влюбляетесь достаточно редко, скажем, скажем так, если ну вот вы влюбляетесь редко, то я думаю, что это говорит опять же о некой вашей закрытости, о некой вашей сдавленности, если хотите, о скованности, о страхе перед чем-то. Если если вам так получается мало людей, например, нравится, да, если вот ну так вот если так выходит, что вам мало людей нравится, то это значит, что большое количество людей вы отсеиваете, это значит, что большое количество людей вы как-то обесцениваете, отталкиваете, но они вам не нравятся, это говорит о том, что в них вы видите что-то, в них вы видите что-то неприятное для себя, для себя, понимаете, да, то есть вы видите в этих людях какое-то отражение себя, вот, и тут вероятно вы увидели образ человека, какой вы хотели бы быть и вы сами видите, что вам не особо важно то ухаживает он за вами или нет, то есть ухаживание, внимание, равно как и тематика заинтересованности, это следствие не первая причина, первая причина находится в другом, в том, какой вы себя видите, в том, как вы хотите себя видеть, в том, чего вы хотите и так далее, вот, я думаю, что на это вам нужно обратить свое внимание, если вы хотите, конечно, выстраивать здоровые отношения, может быть, даже с этим человеком, то есть, грубо говоря, если вы предъявляете, например, какие-то требования к человеку, и если вы уверены, что это продиктовано не компенсации, ну, не компенсации чего-либо, а если это ваши ценности, то вот в таком случае нужно наверное на них стоять, то есть нужно на их, скажем, скажем так, держаться, держитесь ли вы, ну, на мой взгляд, очевидно, что нет. И вот так получается, что вы снова и снова собой жертвуете, собственно, вы ради этого, как мне кажется, и растворяетесь, растворялись в человеке, чтобы он дал вам то, что вы, ну, то, что вы хотите, то, чего вы хотите, вы по этой причине, вероятно, и растворялись в нем, а он не захотел, и вам больно от этого. Больно вам еще и по причине того, что вам по сути дела, вам подтвердили то, что вы, вероятно, всегда в той или иной степени сами о себе думали. То есть, на мой взгляд, вы, ну, как бы, может быть, всегда подозревали, что с вами что-то не так, что вы, вот, какая-то не такая, как вы сами сказали, и ухаживание, внимание, соответствую вашим ожиданиям, должны были компенсировать, должны были отдалить вас от, скажем так, этой мысли, что, что с вами может быть что-то не так. А теперь вы вновь с этим столкнулись, и вам больно. пришли в отношениях, как мне кажется, вы уже в отношениях, вы уже в отношениях, пришли с вот такой мыслью и такой идеей, что что-то со мной может быть не так. Понимаете, да? так что я надеюсь только на то, что у меня получилось показать вам, на что необходимо обратить внимание. Вам правильно мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович сказал о том, что забыть невозможно. Это бывает и не нужно. Но если вы позволите вашим чувствам быть, если вы будете, если вы разрешите себе их проживать, то на мой взгляд забывать вам станет и не нужно. Вообще, что такое забыть? Вот. Что такое забыть? Что значит забыть? Забыть означает то, что меня это больше не трогает, меня это больше не волнует. А волнует что-либо меня тогда когда я не задеваюсь, не ранюсь об этом. Но не раниться невозможно. Потому что мы все люди. Не раниться невозможно. Так или иначе вы так или иначе вы будете раниться. Но просто на мой взгляд задача наша заключается в том, чтобы вы вот это вот ранение проходили максимально для себя экологично. Чтобы вы не достревали, чтобы вы не отправляли в это. Да? сейчас вас отправляют. Я не думаю, что вы будете с этим спорить. Мне безумно жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. но тем не менее вот в этом вам может помочь психолог. А в том, чтобы объяснять поведение человека, на мой взгляд, просто можно поплатить кучу времени совершенно в никуда. я не думаю, это то, чего вы сами для себя хотели. Я так не думаю. Вы большая молодец. Вы большая молодец, что начали об этом говорить. Вы большая молодец, что решили поднять эту тему. Вот. Я думаю, что следующим шагом для вас станет как раз таки выбор психолога, да, выбор специалиста и начало работы с ним. Вот. От того, насколько у вас фильм развит, это насколько для вас привычно прибывать в механизме защиты зависит эффективность работы. я понимаю, с некоторыми вещами, которые я вам озвучил, с некоторыми моментами, которые вы услышали, например, от меня, да, я понимаю, что вам может быть это неприятно. я понимаю, я понимаю, что какие-то вещи могут быть неприятными. С какими-то вещами вы можете быть не согласны, и призываю вас, пожалуй, только к одному. встречайте то, что я говорю не разумом, не логикой, но чувствами, своими чувствами, всеми, как и у вас, есть, и тогда вы получите возможность роста. Это совершенно не означает того, что вы должны со мной соглашаться. Это совершенно не означает того, что вы должны принимать то, что я говорю на веру. Это означает для вас возможность роста. только и всего. На этом все. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работать, позволит вам ну как бы двигаться вперед, позволит вам начать движение из данной ситуации. Это позволит вам увидеть для себя ну ну скажем так некоторые перспективы да, в отношении первого. и поможет поможет сформулировать то над чем вы готовы работать прямо сейчас. то есть если вы с чем-то не согласны что повторюсь является абсолютно нормальной историей вот то если напротив с чем-то согласны то с этого и может начаться ваша работа. Я понимаю что вам сейчас больно и именно поэтому именно вам сейчас больно мне кажется что очень важно именно потому что вам сейчас больно в первую очередь прожить ваши чув.. ну ваши чув.. 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 вот прожить чтобы немножко вас так скажем опустили да вот а дальше уже двигаться в том направлении в тех направлениях которые вы считаете для себя приоритетными важными и так далее я желаю вам всего самого доброго удачи вы большой молодец что решили поднять эту тему я думаю что ну я думаю что вам было нелегко это сделать вот почему-то мне так кажется как и в целом я думаю что вам сейчас нелегко вот но тем не менее вы большая молодец что договорили об этом не хотелось бы чтобы это осталось что нет удачи вы что вы что вы 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 что вы